Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер, я основатель проекта CFR Deposit. Сегодня 28 апреля 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в откате к уровню 1.08.029. От этого уровня я ожидаю дальнейшей покупки, продолжения покупок к уровню 1.08.723. Фунт достиг своего ключевого уровня 1.24.535, но сейчас тоже находится в откате. Уровень 1.24.064 является достаточно сильным. Если все-таки он его пробьет, то можно рассчитывать на продажи. Но я ожидаю все-таки отскока и продолжения покупок на сегодня, по крайней мере. Канадский доллар сейчас находится в небольшом флете. Его границы это уровень 1.4883, 1.4269 это на сегодня. То есть сейчас он может дойти до верхней границы. Торговать здесь лучше конечно на пробой этих уровней. То есть если уровень верхний пробьет, на коррекции можно будет посмотреть покупки. Если та же самая ситуация получится на пробой нижней границы 1.4269, то тогда можно будет его рассматривать в продаже. Австралийский доллар сейчас достиг ключевого уровня 0.64.620. Сейчас откатил к уровню 0.64.332. Я ожидаю его дальнейший поход к уровню 0.65.110. Это его потенциал по покупкам максимальный. То есть поэтому туда и жду. Новозеландский доллар достаточно сильный откатил. У него был достаточно сильный уровень. Сейчас уровень 0.59.992. Отсюда я ожидаю все-таки продолжения покупок и на пробой уже более интересных уровней. Но опять же нужно учитывать его АТР. Насколько у него хватит сегодня топлива сходить в покупки. Учитывая, что в азиатскую сессию достаточно уже было сильное движение. Доллар и иена. Иена сейчас уперлась в очень сильный уровень 107.070. От этого уровня ее достаточно сильно откупили. Но все-таки я ожидаю пробой этого уровня и дальнейшее продолжение продаж. К ее потенциалу по продажам это уровень 106.476. Золото идет к своему ключевому уровню по продажам 1682.35. Сегодня я думаю, что этого уровня она достигнет. И отсюда начнутся уже покупки. Здесь уже стоит рассматривать покупки. Если вернется над уровень 1697.43, причем достаточно сильным каким-нибудь движением, то могут покупки начаться отсюда. Но все-таки, учитывая, что этот уровень пробила, пойдет сюда. К уровню 1682.35. Нефть медленно, наверное, падает. Ближайший ключевой уровень у нефти 21.57. Сегодня она спокойно его достигнет. И отсюда может начаться определенная коррекция. Если сегодня она этот уровень пробьет, что хотя, наверное, сомнительно. То есть, подойдя к этому уровню, ожидаю какое-нибудь флотовое накопление. Может быть, какая-то проторговка будет. И тут же надо будет смотреть по факту, что будет происходить. Если пробьет, будем дальше продавать. Если отскочит, нужно будет подождать коррекцию, чтобы продолжить продавать. СМП-500. СМП-500 уперся в достаточно сильный уровень 2869.4. Сейчас, сегодня именно, я ожидаю коррекцию от этого уровня к уровню 2827.8. И продолжение покупок до уровня 2963.8. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на YouTube канал брокерской компании Amarkis. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok